Ван Гог, Рамбрандт и Пикассо. Картины даже Рафаэля. Мадонны дивное лицо вмещала эта галерея. Хозяева, отец и сын так часто восхищались ею. Коллекцию таких картин никто на свете не имеет. Но в ту страну пришла война, и сын отправился на службу. Его она навеки забрала, и он погиб, спасая дружбу. Он друга спас из-под огня, но догнала шальная пуля. Не пожалел в тот миг себя, погиб, спасая и рискуя. Когда отец о том узнал, глубокой скорби он предался. Пропало все, о чем мечтал, все, что любил, все, в чем нуждался. Немного времени прошло, отец смирился с смертью сына. Однажды вечером в окно военный постучал мужчина. Сказал отцу, что он солдат, и жизнью он обязан сыну. Пришел сейчас, чтобы отдать, вернее, подарить картину. Из сумки полотно достал и бережно его расправил. Старик на нем глаза узнал, его сынок смотрел устало. Да, это был простой портрет, но для отца он всех дороже. На нем ведь сыну двадцать лет, и нет его, и быть не может. Потом, всегда, когда гостям показывал свои картины, сначала приводил их сам к портрету сына над камином. Совсем немного времени прошло, он умер, горем тем отравлен. Тогда известно стало, что большой аукцион объявлен. На торг пришло много людей, хотя бы посмотреть картины. На обозрение богачей представлен первым портрет сына. Удар раздался молотка, и голос аукциониста Предложит кто-то цену, а сто долларов, а может триста. Но тишина была в ответ. Лишь кто-то выкрикнул в полсилы. За сына предложений нет, давай другие нам картины. Но тот все время продолжал. Кто возьмет сына? Сын, берите! Но сына так никто не брал. Лишь злые крики. Уберите! Но в заднем, наконец, ряду отца садовник отозвался. За десять долларов возьму, ведь больше нет. Он всем сознался. Прекрасно! Десять! Кто еще? Ну, кто-то двадцать предложите. Ну, неужели это все? В ответ лишь крики. Уберите! Один, два, три слова звучали. И молотка упрямый стук негромко по столу ударил. К коллекции переходи. Все люди радостно шумели. Садовник, сына забери. С насмешкой на него смотрели. Но тут вдруг аукционист взял молоток, вернул на полку. Потом, достав какой-то лист, сказал слова всех сбывших с толку. Прошу прощения, господа. Аукцион уже окончит. Вот завещание отца. Все слушая, сидели молча. Когда сюда был приглашен, одно условие мне дали. На этот вот аукцион портрет лишь сына выставляли. Сказать хочу еще одно, что тот, кто купит ту картину, получит вмиг имение все, получит все, принявший сына. Сам сына своего, Господь, отдал на смерть, так нас спасая, чтоб каждый верующий смог спастись, Иисуса прославляя. Дает нам Бог давно совет. Кто возьмет сына? Сын, возьмите. А мы твердим упрямо нет. А мы твердим нет. Уберите. Прими Иисуса навсегда, как тот садовник ту картину. Ведь Бог нам обещал всегда, получит все, принявший сына. Аминь.